Здравствуйте! Интересные истории из жизни выходят на канале ежедневно. Если вы любите аудиорассказы, приглашаю вас подписаться на новые истории и обязательно нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления. Виктор Сергеевич тяжело опустился на скамью и достал ингалятор. Сейчас 65 лет за старость не считают. Его же здоровье подвело. Сказывалась шальная молодость. Мужчина часто закрывал глаза и вспоминал былую славу, иногда мечтал и вовсе забыться. Барабанщик, известный в узких кругах рок-группы, накачанные руки легко подбрасывали в воздух и крутили палочки. Девушки ходили по пятам. Большинство, конечно, стремилось к смазливому солисту, но музыкантам тоже романов хватало. Витя, ты такой крутой! Смазливые блондинки и жгучие брюнетки брали автографы, выхватывали пригласительные и отправлялись с ними во всесоюзное турне. Дело молодое, пары менялись как перчатки, часто доходило до скандалов. От мыслей отвлекла подошедшая очередь. Дедушка, вы к Александру Викторовичу? Секретарша подергала мужчину за рукав, огромные глаза выражали смесь жалости и нетерпения. Им бы избавиться от него поскорее, такой клиент рекламы не сделает. А он лучший? Недоверчиво и ворчливо поинтересовался посетитель. У лучшей? Кивнула мечтательная девушка, явно грезившая о более тесном сотрудничестве с талантливым боссом. Кабинет был обставлен нестандартно и со вкусом, деревянные детали перемежались с достаточно смелыми картинами. Адвокат, моложавый мужчина с нарочито распущенным галстуком голубого цвета, горящие глаза выдавали живую натуру. Здравствуйте! С улыбкой поздоровался защитник, твердо пожав руку не самому респектабельному гостю. Присаживайтесь, чем могу помочь? Контора, в которой работал Александр, была известной. Скандально известной. Адвокаты защищали известных музыкантов, актеров и политиков, считались завсегдатыми ток-шоу и светских тусовок. Как на подбор красивые, умные и профессиональные. В их бизнесе ценилось умение держать язык за зубами, поддерживать разговоры, вписываться в разношерстные компании. Меня пытаются побрать в квартиру. Пожилой мужчина судорожно вздохнул. Мне посоветовал вас бывший коллега, Гриша Гребень. Тут самый Гребень? Глаза адвоката возбужденно зажглись. Группа-коалиция? Да, я был там барабанщиком. Не без гордости заявил посетитель, раздув грудную клетку. Правда, когда это было? Легенды панк-рока! Как же я вас не признал? Мама была вашей поклонницей, даже в Торне ездила. Погодите, у меня есть фото. С выцвешей фотографией смотрела Света. Он не мог ошибаться, хоть помнил немногих по именам. Эту девушку запомнил, потому что прожил целый курортный месяц со стройной блондинкой. Память снова услужливо подбросила Толику ярких воспоминаний. Света была классической красоткой. Голубые глаза, длинные белесые волосы и нескончаемые ноги. Виктор был ей рад. Она затмевала даже подружку-солиста. Четверокурсница МГУ и внучка профессора, заразившаяся духом бунтарства, она смогла провести параллель между их несуразными текстами и философией Канта. Сбежавшая из-под пристального контроля, девушка приятно дополнила лихую компанию и льстила самолюбию барабанщика. За Светкой одновременно пытался ухаживать сам гребень, но грани не переходил. Какое-то понятие чести у них было. Коалиция была командой из провинции, основанной друзьями со двора. Больших высот они не добились, но пару лет на устах рок-тусовки продержались. Я беременна. Светка огорошила новостью, сверкая радостью, как начищенный пятак. От кого? Опешил Витя, хотя знал ответ прекрасно. Голубые омуты наполнились слезами и хлесткая пощечина ударилась об заросшие щеки. Гордая и избалованная москвичка повернулась к нему спиной. Ну прости, Светка. Какие дети? Твоя профессура содрогнется от ужаса, сама понимаешь. Деньги есть, доберемся до Москвы и решим вопрос. Виктор пожал плечами. Такое случается. По сути, он делает девушке одолжение, не строя из себя благородного рыцаря. Интеллигентная подружка барабанщику, конечно, нравится, но не до брачных уз. Так какие обстоятельства у дела? Нетерпеливый адвокат заглянул в лицо старику, задавая вопрос не в первый раз. У меня произошла авария. Затопило соседей снизу, какой-то чинуша. Деньги огромные, взять неоткуда. Сосед угрожал судом. Приятель подсказал кредитную организацию, и я как дурак. Сколько просрочили? Адвокат покачал головой, сразу поняв, в чем собственно дело. Очередной наивный пенсионер в сетях мелкого шрифта. Пожилой мужчина достал из сумки, аккуратно уложенный в папку договор. Несколько листов со стандартными, как ему обещали, пунктами. Ну как же так, Виктор Сергеевич? Ну тут же черным по белому пеня прописано, да такая, что татаро-монгольская ига отдыхает. Виктор Сергеевич сгорбился под возмущенным взглядом молодого адвоката. Сказать по правде он и сам не понимал, как попал в коварные сети рекламы. Струхнул перед статусным соседом, понадеялся на друзей, рассчитывал расплатиться в срок. Давайте так поступим. Я попробую решить все полюбовно. Квартиру забрать до суда у вас никто не может. Будьте спокойны. Максимальный размер долга, включая штрафы и просрочки, не может превысить полтора от взятой суммы. Молодой мужчина успокаивающе похлопал посетителя по плечу. Постараемся снизить долги по максимуму. Спасибо, Александр. Навернувшиеся слезы поставили бывшего панка в тупик. Когда-то настоящий и свободолюбивый рокер развалился на части в дорогом кабинете модного адвоката. Сколько стоят ваши услуги? Адвокат почесал голову и оглядел своего посетителя. Коалиция была не просто любимой группой его матери. Эти ребята были странным триггером для его родителей. Светлана Леонидовна никогда их не хвалила, но следила за каждым проведенным концертом, хранила старые вырезки и записи концертов. «Необоснованно дорого», – улыбнулся мужчина, догадывающийся, что для бывшего музыканта их прайс прозвучит скандально. «Вам я сделаю скидку. Скажем, ваш автограф и всей группы по коалиции». Виктор Сергеевич пожал руку адвокату и искренне улыбнулся. «А где сейчас ваша мама? Может, я приглашу ее на концерт?» «Она за границей. Мама и отчим дипломаты. Бывший барабанщик улыбнулся. Все-таки он сделал светкие одолжение. Судя по всему, она вышла удачно замуж. «Через несколько дней я сообщу вам результаты переговоров. Телефон мы взяли». «Спасибо огромное». «А сколько вам лет, Александр?» «35 исполнится в феврале». Перешагнув порог квартиры, Виктор Сергеевич стал рыскать по захламленным полкам. Привычка вести тетрадневник осталась у него с юности. Записи не походили на девичье, Скорее статьи расходов и крупные даты. Нужные бумаги удалось найти только к вечеру. Прежде чем углубиться в чтение, Мужчина выпил бутылочку прохладного пива. Руки подрагивали, Хоть мозг и усмехался над нелепым предположением. Сходится. Кощунственная надпись со статьей затрат на аборт перечеркнута. Света деньги не взяла, Просто пропав с горизонта. Музыкант даже порывался найти девчонку, Но дома ее не было, А дверь открывала злая экономка. Само наличие прислуги вызывало у Панка хохот, Он лишь уверился в несостоятельности их отношений. Мужчина нашел в интернете фотографию своего нового знакомого и сравнил со своей, Выискивая схожие черты. Прямой нос, темно-русые волосы и выдающиеся скулы. Вроде не так и много, но запросто можно поверить в родственные связи. Собственный сын. У Рокера никогда не было семьи. Они жили как настоящий бунтаринь, до старости не имея собственного угла. Только осев и приняв эти ужасающие одинаковые дни на пенсии, Виктор понял как одинок. Бывшие товарищи женились, Уехали за границу и открывали свой бизнес. Те, кто не мог совладать с собой, Спились или сгорели от запрещенных препаратов. Барабанщик завис между этими двумя мирами, Не сумев вписаться в новые реалии, Но и не пропав в водовороте губительных слабостей. От надежды на продолжение рода стало тепло на душе. Он стал задумываться, есть ли у него внуки. В голове всплыл образ белокурой девочки, похожей на Светлана. Слава богу, его сын успешен и богат, Сумеет обеспечить нескольких наследников. Приятное тепло разлилось по грудной клетке. Может, мужчина вовсе не так одинок И когда-нибудь познакомится со своей семьей? Звонок раздался на третий день. Бодрая секретарша поинтересовалась, Сможет ли Виктор Сергеевич зайти в удобное время. Он спешно заверил, что придет в волнении заламовые руки. Вот новые условия контракта. Если не согласны, можно пойти в суд, Но откровенно, предложение неплохое. Пене приостановлено, основной долг нужно погасить частями. Мужчина поправил на этот раз розовый галстук. Я взял на себя смелость позвонить гребню, И мы можем устроить несколько благодворительных концертов. Это поможет с деньгами. Зачем это вам? Опешил бывший музыкант и услышал, Как заходится в волнении сердце. Я всегда подозревал, Что тайна моего рождения связана с вашей группой. Мужчина беззлобно ухмыльнулся. Правда, думал про гребня, Но ошибся совсем чуть-чуть. Не сказать, что тема была животрепещущей, Отчим у меня потрясающий умный и ироничный человек, Но любопытство взяло вверх после вашего визита, И мама все рассказала. Прости. Виктор Сергеевич побледнел под этим обезоруживающим и добрым взглядом. Идеальный сын, которого он не захотел. Не знаю, что ей сказать. Адвокат пожал плечами, Он был успешен и счастлив, Никогда не нуждаясь в кромном отце. На сердце не было обиды, Но и потребности в общении тоже не было. По сути, он уже сделал ему подарок, Решив скользкий вопрос с кредитом И отказавшись от гонорара. Я рад был познакомиться с вами. Мне кажется, мы похожи внешне. Александр привстал и пожал Своему нашедшемуся отцу руку. У меня двое детей. Дочь Алина и сын Ярослав. Мужчины улыбнулись друг к другу, Неловко помолчав у двери. Виктор Сергеевич улыбался по дороге домой. Во всяком случае, он точно знал, Кому завещает отвоеванную квартиру. Если вам понравился рассказ, Просьба поддержать кнопкой палец вверх. Всего вам доброго.